Девушки отдыхают И кто тебя собирается убить? Сестры-убийцы Они убили мое тело И теперь истязают душу Но она противится Ты сказала, что ты в плену Как так? Я скована Кандалами магии Блуждаю в бесконечных Лабиринтах листьев Я все знаю о детях Знаю, что их ждет Освободи меня Прошу Я должна им помочь Если что-то грозит сиротам Я сам им помогу Детей уже забрали Освободи меня Прошу Я могу быть вихрем Могу помчаться Могу их спасти И только я Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали Возврата нет Куда их забрали? Я помогу им Уже случилось Этого не вернуть Вард Цербин Не ведут дороги Они все умрут Позволь их спасти Эй, что ты о них знаешь? Сестры старше самых старых деревьев Велен их королевство Здесь все им служат Сестры скрыты Ты не сумеешь их найти Сестры слышат все Сестры Ты не спрячешься Я не верю тебе, дух Слишком многое говорит против тебя Я не могу доверять только твоим словам Не смей причинять мне вред Против тебя Встанут силы природы Ты умрешь Против тебя Против тебя Жизнь буду! 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 Ты умрешь. Я должна жить! Ты умрешь. Ты умрешь. Ты умрешь. Я должна жить! Ты умрешь. 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 Я не могу. Ты умрешь. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Значит, заморок. Он же не вернется? Нет. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о платье. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте-ка стилет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как, таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Эта земля ничейная. Спрячь оружие, юноша! Он еще крашек. Вы вживую тоже. Другие. Не как на Габелине. Ну, принеси. Принеси. Приняйте, а не разглядывайте. Никогда больше не пытайся противиться нам. Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как коронейки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Врониц. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей. Она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юбишен. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Да. Как нам повезло, такой храбрый выцель. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Но тебя на обману не смогла укропылить. Ты освободил мир от великого зла. На Гобелине вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия – редкое умение. О-о-о. Я могу высосать тебя до суха. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедяшка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Стративая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. И давно ее увидел. Она клянилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Девушка, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то оттягивает. И прочли это по зверинным внучленностям. Мы видели ее образ. Как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови. Посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Девушка, ягненок. Она спит? Как ягненок. Нечего-то не териться. Стол накрыт. В котлет вокочет. Нам нельзя. Она предназначена ему. Получит ее иммерих. Но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему. Иди. О, девчонка. Ты еще пожалеешь. Вернись. 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 Он пришел. За тобой. Вернись. Вернись. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Жаль, что она убежала Она сбежала от вас И я ее найду Мы вернемся вместе и убьем вас Ты вернешься! Вернешься! Судьбы наши сплетены! И тогда кто-то умрет Не одна из нас Теперь ты будешь гоняться за тенью И пруждаешь во мне И всюду будешь находить Только ее отражение А если настигнешь ее Если девушка умрет Скоро сидит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают пошла теперь помедленнее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бой! Продолжение следует... 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 Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Туссент, а она не вернется. Чем скорее ты с этим смиришься, тем лучше. Посмотри правде в глаза. Ты был не самым лучшим отцом. Правда, не самым. Но я изменился. Если б только она вернулась. Если б они обе вернулись. А может, еще не все потеряно? Говоришь, она в Аксинфурте? Вдруг она еще там и согласится меня выслушать? Я бы на это не рассчитывал. Я попытаюсь. Я должен. Без нее и без Анеты в моей жизни нет смысла. Мне терять нечего. А об Анне ничего случайно не узнал? О ней мы еще поговорим, не беспокойся. Но сейчас мне нужны сведения о Цири. Как мы и договаривались. Ну, ладно. Я просто обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла. А то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Пойди сюда! Тебя причитает спорядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. Ха-ха-ха! И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Чё? Хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутаций. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Эгрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите. Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха. А давай. На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А-а-а. Хреново дело. Что это ты в лице переменился? Бабы испугался? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Субтитры создавал DimaTorzok Домократно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, Цири, ульдиви нас! Давай! Быстрее! А ну, покажи ей! Давай, давай! Викрь! Недерушка! Ты достойна самого лучшего коня! Кобыла твоя! Благодарю! Что? У нас шанс отыграться! Она кричала, как сумасшедшая! И все о споре тут же забыли! Все бежали, сломя голову! Лишь бы шкуру спасти! И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет! Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого! Ого! Какой знакомый взгляд! А ты быстро учишься! Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену! Есть весть о твоей жене! Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась! Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Санетта, у нас была любовь с первого взгляда. В битве по Данхарам мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она, дела, и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис. На помощь королю Этейну. Воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка. Потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалования. А Анетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж и одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван. Друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука? Если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробо она видала. И меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей. Только письмо. Написала, мол, меня не любит. Уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как я его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду. А требуху его бросил псам. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец, за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через два года злостью перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Они бежали ночью. У леса на них напало чудовище, которое служит ведьмам. И похитило Анну. Чудовище? Вот ты, сука. А Тамара? С ней ничего не случилось? С ней все в порядке. Ну, слава богам, хотя бы так. А что с Анеттой? Что было дальше? Тварь унесла ее вглубь топи, но вреда не причинила. Больше того, кажется, сейчас Анна по-своему счастлива. Счастлива? Хватит мне мозги ебать. Что она там вообще делает в этих болотах? Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся, но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Я беру людей, пойдем туда и вытащим, Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василицк. А, да. Да. Ну и здоровая же была скотина. Дома, когда перед нами приземлился, я решился. Этот раз нам уже не выдохнуть. Берегись! Если я не выживу, ты не выживаешься, что ты готовишься. Выживаешь! Ну тогда покажем, вы сволоке! Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ты тоже мне помог дал мне приют велел обо мне позаботиться мы квиты тебе не обязательно уезжать здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию я должна за мной гонится упыри дикая охота когда я использовала силу они взяли мой след за тобой гонится дикая охота пока я здесь вам грозит опасность вели людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дома не выходит а ты ты-то что будешь делать я еду в новиград а там увидим она села на коня и уехала пусто тут стало без нее переправа через спонтер окружена риданскими войсками и несмотря на это ты послал цири в новиград она искала чародейку а чародеи все в новиграде кроме того я не оставил бы ее на поживу риданцам я дал я охранную грамоту что еще за грамота покажешь ее любому херу на переправе тебя пропустят ты мне ее отдашь а зачем усложнять тебе жизнь ребенка ищешь так что бумага пригодится откуда у тебя вообще эти охранные грамоты я ведь не всегда командовал этой банды придурков когда-то я служил в темерском войске но переправу охраняют риданцы если есть заслуженные репутации хорошие связи то цвета и знамена отходит на второй план значит есть шанс что цири все еще в новиграде спасибо что ты помог да не за что раз ты все уже знаешь что наверно торопишься но ну может быть если ты говори уже я хочу поехать за анной отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь о цире я тебе больше ничего рассказать не смогу но будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со мной немного наличных всегда пригодится ну ясное дело я значит соберу людей и отправлюсь к штейгерам будет здорово если ты к нам там присоединишься ясно что это было а это ты мне скажи чудище это или человек мои люди называют его ума считают монстром мне кажется человек только страшный как говно ордаля ума странное имя ну да странное но он мне другого не назвал значит он умеет говорить я спросил мол как звать а он ничего только тычет себе в нос палец ноги ну тут я хватаю его за руку спрашиваю спрашиваю тебя как сам он смотрит меня как на глупого и будет такой у ума вот вот так прицепилась но монстр он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся а с ним смешная вышла история да я его в карты выиграл неужели больше не на что было играть да что ж ты ко мне сука прицепился ну вышло так а не иначе поставили его на кон и все тут все претензии не ко мне его прежнему хозяин что смешного в этой истории поехал я как-то в новиград развеется вкусить таскать радости и большого города остановился в трактире а там как раз игра и я присоединился карта мне шла вот как по маслу ободрал я сукиных детей дочесно а один торговец особенно взъярился он то просадил все что привез со скеллиги страшно хотел отыграться понимаешь вот я и согласился я спросил что он может поставить он показывает это чучело ну интерес скверный и хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чё он шансы не использовал так вот уродицы попал во вродицы вот и песенке конец очень смешно животики надольвешь да чтоб ты понимал бы ну теперь ты самый настоящий барон даже шут придворный есть да я вот чувствую что с ним что-то не то то есть он вроде больше зверь чем человек а с другой стороны у него вот сукиного сына есть что такое умный в глазах не знаю может кажется ты видал такое нет не видал но с виду он не опасный ну ладно ничего жрать много не хлопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай ну будь здоров надеюсь что ты найдешь дочь и будешь для нее хорошим отцом и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...